Девушки отдыхают Но в целом выглядит классно, стильно Такие светящиеся чёрные фоны Светящиеся какие-то блики на нём Говорят о том, что конструктор должен светиться Собственно, ну логично Здесь противостояние каких-то двух непонятных рас Не знаю, роботов, роболюдей, киборгов Кого с кем, посмотрим, разберёмся Причём здесь они выглядят нарисованы по одному Здесь вот этот нарисован по-другому Не знаю, почему такая разница Может быть, это просто другие какие-то Ну, должны светиться тоже Круто, что здесь размещен комикс Вот это очень-очень-очень здорово Мне нравится эта идея Вот все сверху вы видите персонажа Три персонажа Ну, вы знаете, я давно это покупал Не смотрите на ценник в 790 рублей Я покупал это где-то, наверное, год назад И мне за 400 он обошёлся Потому что у меня там была скидка 50% И у меня ещё какая-то карточка там что-то бонусное IQ Toys, что ли, такой магазин Можно смотреть лучше не по магазину, а по производителю Как Крезарт Крезарт Производитель этого Lightbricks Крезарт Lightbricks Ну, можете загуглить и можете так Вот, по комиксу тут всё, понятно Просто войнушка Просто войнушка Непонятная вот эта вот деталь Что они имели в виду? Это что, взрыв? Видимо, это такой квадратный взрыв у них Непонятно Вот это или это они забыли что-то в фотошопе вырезать Не, я не понял, что это такое здесь Но комикс, то что он есть, это хорошо Здорово, подход такой мне нравится Описание, всё стильно, стилизованная коробка Отлично Теперь вскрываем её Вскрываем Уже рассохся тут скотч у меня со временем Вскрываем коробку И смотрим, что внутри Какая комплектация и детальки Ну, детальки просто похожи на леговские Даже больше на мегаблоксовские И фигурки, собственно, тоже Вот Ну да, ну да То есть тут основная, конечно, тема с одним светящимся блоком Всё остальное просто как бы аналог лего Ну, разберёмся сейчас И инструкция Естественно, на одном плакатике таком Итак, вот детали Детали отличаются по качеству от лего немного Но в целом хорошего качества, неплохого Немного сложно рассоединяются Но нормальные Без каких-то косяков Всё, а все остальные косяки увидим, если они есть Во время сборки Много полупрозрачных Ну, как много? Не очень-то на самом деле много полупрозрачных деталей Я думал, их будет больше здесь Чтобы они просвечивались Как бы задумка такая вроде была Вот есть огромный-огромный кубик Как раз он явно является светодиодным Вот у нас тут защитная Есть специальная защитная штучка Чтобы мы не случайно его не включили И теперь включаем Вот он светится Я сейчас попробую вам показать Разными огоньками Просто как брелочек А можно какую-нибудь другую функцию ему включить? Чтобы он не мигал разными цветами А каким-то одним Например, я не хочу, чтобы у меня мигала Как новогодняя ёлка моя конструкция Ну, не знаю И у меня за счёт уникальных деталей Пока не вижу чего-то особенного Фигурки Ну вот фигурки, да Типа мегаблокса Фигурки только похуже с подвижностью Что-то среднее между мегаблоксом и не мегаблоксом Здесь у нас есть подвижные ноги Вот так вот можно в разные стороны Не только вперёд-назад, но и чуть-чуть вправо-влево-вбок И также подвижные руки А также подвижная голова, которую можно наклонять Одна фигурка у нас не светящаяся Лайтбрикс просто с логотипом Это такой у нас толстяк Они такие толстячки И всё такие У-ю-ю-ю-ю-ю Няшки Один вот этот злодей у нас не светящийся А вот этот вот должен светиться, по идее парень Интересно, он тоже будет светиться, как Дед Мороз? Или у него какая-то будет равномерная подсветка? Ну, сейчас посмотрим И вот Нет, у него просто синим Синий фонарик в груди Как почти у китайской игрушки Можно было не фонарик разместить А его разместить вот так, боком Тогда он подсвечивался лучше Но, хотя, почему бы и нет, приятнее намного свет, и это все равно, должны понимать, что это не китайские Бэтмены какие-то, а так вот, ну фигурки забавно, вот этот больше похож на мегаблоксовского чувака, хотя нет, оба они, да, такая-такая, такой закос под мегаблокс. Так, ну давайте сейчас быстро соберу эту постройку, чтобы видели, она не очень красивая, я, конечно, меня интересовал сам кубик и фигурки больше. Итак, ну инструкция оказалась, в принципе, понятная, здесь даже есть вот такие вот маркеры, что куда нужно цеплять, это хорошо, и по инструкции я понял, что я еще не рассмотрел эти наклейки, оказывается, здесь были, и я их забыл в коробке, вот они, наклеечки такие, ну мы ее сейчас наклеим, подождите, вначале рассмотрим постройки, что у нас получилось, у нас получилась вот такая турелька весьма хорошая, такая годненькая, вертится, поднимается, опускается, в принципе, детали все хорошего качества, сборка идет хорошо, никаких-то, никакой боли я не ощущал, никаких страданий, никаких мучений при сборке этой штуки, потому что, ну, всякое бывает. И в целом, даже, даже неплохо, даже неплохо, турельки, мы все любим турельки, турелька это очень хорошо. Но помимо турельки, кстати, цвет пластика, ну, весьма-то приятный, болотного цвета, вот этот зелёный мне, ну, нравится, а так соединение деталей хороши. Вот по поводу звездолета я не знаю, то есть это вот такой спидер, с одной стороны вроде как и да, с другой стороны вроде как и чё это, то есть непонятно, у меня смешанные чувства с этой штуковиной, не пойму почему, то ли не додуман, то ли не продуман, то ли из-за этой концепции. Значит, сюда мы сажаем по картиночке, сажаем, а как он будет сидеть? Он будет держаться, ему нужно было сделать, чтобы он стоял, конечно, они сидеть будут очень смешно, такие, знаете, пупсики, карапупсики. Мне кажется, задумка была лишняя, они должны все были стоять, их нужно вот так размещать, плюс, мне кажется, фигурка очень огромная для такого. Да, он не может схватиться двумя руками, ребят, да вы чего, он не может схватиться двумя руками за свой штурвал нормально, звучит, конечно, не очень, но на деле ещё хуже. Они его вообще сюда прифотошопили, он даже не сидит, он как бы в воздухе здесь висит и даже не держится ни за что. Ребята, ну вы на картинке, вы посмотрите, руки не касаются, а, как вы видите, ноги не до конца посажены, вот, хотя, не, не понимаю, как он там сидит, это мистика и магия. Ну, допустим, вот так вот одной рукой он держит и ещё сверху стреляет, именно поэтому он выбрал такой спидер, чтобы он летел и мог стрелять открытый. А снизу его поджидает с турелькой вот этот наш чувак. Он, ему, там нарисовано, что он сражается с ним, как это отстреливается, что это вообще его пушка. Ну, давайте я дам ему для достоверности, чтобы вы понимали, что это его пушка. Я не знаю, что это изменится от этого или нет. Ничего, мне кажется, ещё и пушка выглядит немного по-другому, хотя, не знаю, ну, в общем, вот этот чувак как будто с такой бейбольной какой-то пушкой, как будто шариками он стреляет с краской из неё. Парень, у тебя турель, ты ответственный за турель, не отвлекайся из этой пушки. Турель, у тебя здесь есть вот, видите, специальный элемент управления этой турелью, ты можешь её поворачивать сам, круть, молодец. Так, а у этого пусть будет пушка. Я решил так, ничего не знаю, ЛБХ хотел сказать, Лайт Брикс. И он пытается пив-пив-пив, а этот его бв-бв-бв-бв. Ну, вот как-то так, пив-пив-бв-бв-бв. Так, по поводу светящихся элементов. Ну, помним, что у этого парня сейчас смотрим, как красиво ли это смотрится. Ну, да. В качестве как бы мишени стало идеально вообще, в ночи его видно теперь. Но ещё более идеальные новогодние сани Санта-Клауса превращаются у нас в наш этот спидер. Вот вся функция светящаяся. Это очень странно. Это просто какой-то разводняк. Вот этот блок, он, ладно бы он как-то там переключался, имел какие-то режимы, имел какие-то различные функции и фишки. Но нет, просто светится, как новогодняя ёлка мерцает. Это, конечно, к Новому году классно поставить такой, ну, как бы, действительно похоже на сани Деда Мороза. А если ещё заменить этого чувака на другого, так, это ещё в конструктивной недоработке есть. Вот этого чувака на этого, то вообще будет... Давай, мы... Я придумал историю. Это... Эй, ты чё, парень? Я, конечно, понимаю, что ты держишься за свою работу, но не настолько. Мы ставим вот этого сюда, вот этого парня сюда. Значит, вот он теперь на турели. И это турель несветящихся парней, у которых нету гонька в груди. А это как раз светящийся. Вот он весь такой светится. Этих бесит просто. Они просят выключить свет. Просто спать хочется постоянно светиться у этих... Всё, соседняя планета, и она вся мерцает. Вот эти синие парни. А тёмные, они хотят спать. Они пытаются, блэкаут, шторы повесили и хотят. И, в общем, в итоге у них из-за этого всё война произошла. Из-за того, что эти очень любят светомузыку, включают её постоянно. И вот такие вот рейверы, хипари. А эти ребята из спального района. Так, и нас вот сейчас всё возвращает к китайскому конструктору. Потому что всё-таки понимание, как делать конструкторы, одинаковое с китайцами. И, значит, это отсылочка всё-таки на китайского производителя. Именно, что он идею такую заложил. Как минимум. Потому что... Но любой человек, который мыслит логически, как-то нормально, не по-китайскому, не будет никогда склеивать наклейкой две детали. У нас это конструктор для того, чтобы его пересобирать. И мы из-за того, что склеиваем, получаем вот такую историю. То есть, ну, склеивать наклейкой две детали – это моветон. Он просто очень-очень плохо. И нельзя. Второе. Наклейки не показаны, как клеить. Показано, как клеить только вот эти вот наклейки. С ними, конечно, выглядят посимпатичнее. Наклейки среднего качества, нормальные. Ну, неудобно клеить, например, вот эту часть. Потому что всё время криво получается из-за того, что здесь стоят. И вот нужно аккуратно, а не разрушить. Надо в процессе как-то клеить. Показывайте на инструкции. Вот эти наклейки вообще не нарисовано, куда клеить. Ни на картинке, ни на коробке, нигде. То, что нужно было сюда приклеить экранчик, я узнал только вот из-за картинки на коробке. В инструкции этого ничего нет. Ничего такого, ничего подобного. Вот. И это вот сразу как бы отдаёт китайщины. Вот именно вот такой подход отдаёт халтуры. Короче, друзья, я с одной стороны вроде и как бы не сильно расстроен. Потому что я не ожидал чего-то такого от этого конструктора. Но с другой стороны, и я не очень сильно и рад. Потому что, ну, чувствуется какая-то недоработка. Ну ладно, фигурки бог с ними. Какие есть, допустим. Не буду. Это уже придирки на вкус и цвет. На пины встают, держатся, пускай. На мегаблоковский даже немножко похоже. Сами детали конструктора хорошие, в принципе. Да, в нормальному качеству. Видите, всё собирается, всё на месте. Никаких косяков, оплоев. Поворотные элементы поворачиваются. Турельки вот здесь вот поворачиваются. Ничего особо сильно не отваливается. Конструктив, ну, такой, на троечку с плюсом. Потому что всё-таки недоработки есть. И единственное, что мне не понравилось очень сильно, это как раз этот разводняк со светодиодом. На это всё сделана ставка. Если бы они сделали просто космический конструктор и не делали бы акцент на то, что это всё светящееся, или сделали бы светящимися только фигурки, то это было бы нормально. Но вот этот вот светодиодный блок с мигающими диодами, как новогодняя ёлка, который ничего из себя не представляет особо интересного и крутого. Я понимаю, если бы все детали были прозрачные, или было бы больше здесь светящихся. Здесь были не только светодиодные, но и люминесцентные. Были какие-нибудь светоотражающие детали. Если бы здесь было больше или больше прозрачных, всё бы состояло из прозрачных деталей, и тогда бы это всё выглядело красиво. Вот я сейчас темноту убрал. И ничего, просто такое впечатление, что из-под корабля вот мигают такие лампочки. Ну так самолёт летит, мотор работает. Нету никакой оригинальности. Именно в этой идее нет никакой крутизны. А так, в принципе, ничего. Кстати, подумал, что тут хорошая идея, что они на подставочке сделали, что он не на земле стоит, как обычно у всех летающих каких-нибудь моделей, а на подставочке. Ну вот так, делайте выводы. Lightbricks наконец показал, тоже давно у меня лежал. Если у кого-то были какие-то конструкторы, ну пишите, как вам, ну и вообще ваше мнение в комментариях относительно этого конструктора. И интересно. Всё, пока-пока. С вами был товарищ Сафронов. Lightbricks обозревал в этот раз.